Привет, меня зовут Артур. Мы продолжаем проходить рейдж. В предыдущей серии мы, собственно, начали игру. Нас спас вот этот вот Хагар, в ответ на что мы, собственно, спасли его поселение от бандитов, которые тут орудовали, и теперь мы квиты. Но он попросил нас, извините, я задел микрофон, попросил помочь с медикаментами съездить в соседнее поселение, чем мы, собственно, сейчас и займемся. Но сначала нам нужно смотреться на месте, потому что патронов у нас нет, и надо найти, где их продают. Еще вон с той цыпой надо познакомиться, потому что она мне очень понравилась во время знакомства, собственно, первого взгляда. Но времени тогда на это нам не хватило. Так, тут только местным написано. Похоже, какой-то закрытый коммун, и они тут живут. Ну и ладно, я у них уже стал практически свой. Камелизейшин. Так, че, девочки, чему научишь? Ты небось хочешь научиться бросать крылопалку? Это непросто, друг. Сички. Лузом. Вижу, Дэн дал тебе пистолет. Хорошая штука. Но крылопалки гораздо тише. В них наноядро для точной наводки. Но все равно нужно набить руку. Вот что. Докажи, что можешь попасть в цель, а я скажу Халику, что тебе разрешено их покупать. Готов попробовать? Так, в общем, все просто, ты бросаешь. Па-па-па-па-па-па-па. Понятно. Надо что-то доказать этой красотке. Докажи. Удачи тебе. Вот правило. Сжимать икну. Сбивай выскакивающие мишени как можно быстрее. Посмотрим, сколько раз ты попадешь, пока не будет времени. Раз. Два. Три. Это довольно-таки просто, надо сказать. На мышь это. Хорошо. Оп. И оп. Да все нормально, девочка, не волнуйся. У нас все получается. Довольно читерская вещь, кстати говоря, судя по всему, получается. Отлично. Копись беспилотником. Иди к Халику, он даст тебе все, что нужно. Хорошо. Получили пять крылопалок. Перевели же, конечно. И может... Ну, хорошо. Так, ладно. Вон там написано «Шоп». Это у нас, судя по всему, действительно «Шоп». Пойдемте посмотрим. Здравствуйте, странник. Я Халик. И я рад тебя видеть. Это моя лавочка. У меня тут есть все, что помогает жить и драться. Лучший товар в пустошах. Да. И лишние ценные вещи можешь приносить сюда. За хороший товар я плачу щедро. Хочешь глянуть, что у меня есть? Хочу, хочу, хочу. Давай. У меня найдется все, что хочешь. Так, у нас есть половина бинокля, то есть монокль. Для чего она, интересно? Для пистолета, что ли? Типа оптика. А у нас есть штурмовая винтовка. Но она стоит 275. Блин. Бинты, гранаты и, собственно, крылопалки. А патроны у нас есть. А вот пистолетные патроны. Вот так, я думаю, будет неплохо. В принципе, так, как нам что-нибудь продать? Вот сюда «Продажи» нажимаем. Мы могли бы продать вот эту штуку, но я ее оставлю на память. Пока что я в деньгах особо не нуждаюсь. Конечно, можно было бы купить винтовку. Но я думаю, мы ее и так получим в свое время. В принципе, пистолет сам по себе тащит. Ну и ладно, поехали в соседнее поселение. Будем осваиваться в тихоньку. Судя по всему, больше ничего нет. А, вон еще одно помещение. Оазис с миксом. Это, похоже, магазинчик при заправке. А-а-а! Чего не пускаешь меня? Ну ладно, обойдемся. Довольно неплохо они тут укрепились, надо сказать. И не мудрено, что какая-то шпана их не смогла нормально осадить, потому что стены довольно-таки высокие. Так, подождите, а где мой мотоцикл-то? Пешком я не хочу идти. Мотоцикл, благо, у нас очень близко, поэтому долго бежать мне не придется. Надеюсь, ехать не особо далеко. Так, нам туда, а что у нас здесь? Понятно. Ну ладно, сюда еще попадем, видимо. Хорошо, поехали, поехали. Блин, круто сделано в управлении. Хотя, конечно, могло бы, повторюсь, быть лучше. Это что, за завод на 10 это не опасно? А вот уже, похоже, население. Не население, а поселение, вернее. Ух ты. Так, а что у вас охраны нет? Вам что, на жизнь насрочется? Видимо, так, какие-то беспечные. Тут у них какой-то то ли нефтяная вышка какая-то, то ли что. Судя по всему, да. Блин, вот такая машина не нравится. Работай сейчас позже. Если я тебе нужен, зайди позже. Ты посмотри, а какой аппарат. Охренен. Натурально, безумный Макс. Так, ты что? Ты ищешь Риктора? Он наверху. Ну, тот что ли? Пойдем познакомимся с местным бугром. Нефтяник. Ой, давайте маленькую чувствительность убавлю. А то что-то вообще порнография какая-то. Слишком, слишком все резко. Вот так-то, я думаю, будет хорошо. Да, по-моему, нормально. Чего ищешь, странник? Да меня прислали за медикаментами. Вижу, Дэн опять во что-то вляпался. Ну, этот список должна проглядеть Дженус. Иди, она наверху. Отдай записку и возвращайся ко мне. Есть интересное предложение. Так, ладно. Секундочку. Продолжаем. Меня тут отвлекли маленько. Собственно. Нам вот сюда. Да, это со всей определенностью так. Я гляжу, ты из новеньких. Посмотрим, что тебе нужно. Хм, кое-что из этого мне придется поискать. Но ты знаешь местные правила. Мы помогаем тебе, а ты помогаешь нам, так? Джуна, один из наших, недавно пропал. И я уже беспокоюсь. Будь добр, поищи его, пока я собираю припасы. И если узнаешь о нем хоть что-нибудь, я дам тебе рецепт исцеляющих бинтов. Возьмешься, пожалуйста. Буду паянькой. Удачи. Надеюсь, он жив. А я надеюсь, не очень далеко идти. Так. Отправиться на северо-восток к радиовышке. Хорошо. Карты нет тут нигде. Ну, насколько я знаю, мне рассказывали, что карты тут нет. Броня ковчега. Понятно. Нельзя не заметить, странник, что твоя пушка никуда не годится. Есть мысль снарядить тебя получше. Помоги нам и получишь реальное оружие. Чё надо? Отказала наша радиовышка на холме. Её нужно починить. Наверное, там просто что-то сместилось. Починишь её, получишь дробовик. Дробовик. Да, конечно. Удачи. Трудностей быть не должно. Так, вот у нас два квеста. Судя по тому, что радиовышка и там, и там фигурирует. Они где-то рядом. Но давайте сначала мы поставим вот это вот Джуно. И заодно, я думаю, потом уже выполним второй квест. Пойдёмте посмотрим. Освоимся. Дробовичок. Это, конечно, хорошо. Так. Я надеюсь, недалеко ехать. Территория нефтяников. Так вот они кто. Нефтяники. Так, ну что ж. Нам куда-то сюда. Какие-то трущобы. Развалены. Территория безбашенных. Отлично. Сейчас будем делать из них настоящих безбашенных. Жаль, у нас нет дробовика под это дело. Я думаю, пистолетом справимся. Так, как там у нас Ф1 меняешь бинты и два осколочные гранаты. А как, собственно... А, Ф3 крылопалки. Понятно. Будем знать. А, подожди. Отсюда я пришёл. Хорошо. Нам, видимо, сюда. Тихо. Опять на территории бандитов. Ты что, не услышишь? Приляг. Да, смотри, а штука-то неплохая, да? Я бы даже сказал, просто супер. Ей можно очень тихо устранять людей. Так, ну и что? Тихо. Ты всё, по-моему? Нет ещё? Шлем снес, ему обалдеть. Кажись, всё. Ладно, сегодня у меня хорошо получается стрелять. Так что... Куда я туда иду? По-моему, не туда, куда-то. Ооо, это... Это чё такое? Фу, тут срут сюда, что ли? Блин, я в туалет, похоже, пришёл. Ох, твою мать. Дробовик упор. Это плохо. Ну ладно, тем не менее. Ты мне свой дробовик, судя по всему, дать не можешь, да? Ладно. Да, написано, сюда писать. Какие-то разрисовывания в цветах британского флага. Пареньки. Чё-то я путаться начинаю. А вот сюда, видимо, нам. Хорошо, Джуно. Джуно, ты где? Какая-то вообще старая очистная станция. Раздолбанная. Ну, в принципе, сто лет прошло. Неудивительно. Тихо. Что там за подозрительные звуки? Обалдеть, высота. Так, а тут я проезжал, по-моему, да? И да, вон там поселение этих нефтяников. Хорошо. Где ты, Джуно? Это что ещё за звуки? Твою мать. А ты кто такой? Ты мутант, что ли? Да, это мутанты. Жаль, что они исчезают. Меня это, честно говоря, раздражает. Наверняка... Вот наш Джуно, кстати говоря. И вот тут харчили. Наверняка через несколько дней появится какой-нибудь... Типа фикса неофициального, который как раз будет убирать эту фишку, что враги растворяются в воздухе. Если кто её найдёт в интернете, пожалуйста, киньте мне в комменты. Я буду вам очень благодарен. Потому что мне, честно говоря, не нравится, что мутанты исчезают. Лучше бы они не оставались с нами. Так, это что? Коллекционная карта Рихтер. Хорошо. Убрать никого. А вот и второе задание выполнили. А, во. Отлично. Это очень хорошо. Даже очень хорошо. Всё, похоже. Нам сейчас как-то надо возвращаться. А, ну вот, как раз оно прям похоже туда вниз ведёт. Да-да-да. Ладно. Это очень неплохо, я бы сказал. И я очень рад, что мы с этим справились. Так, это не в канализацию, или пусть? Ну, вроде как, нет. А вот это? В канализации, насколько я успел заметить, довольно много. Всяких полезных штук, дорогих. Рурк, ты не Микки случаем. Рихтер, давай мне дробовичок. Эй, ты, ищешь работу? Ну, вообще-то да. Я к тебе попозже вернусь. Ладно, братья? Так. Что ты хочешь? Это неплохо, стране. Я не знал о мутантах. Они так далеко не забредают. Но ты справился. Сходи в Дженос. Она хочет смачиваться. О! Супа! Ха-ха! Какая крутая штука. Control-меню. А, Control-меню выбрала оружие, понятно. Джон мёртв. Я так и думала, но всё же надеялась, что он вернётся. Этот мир убил столько хороших людей. Спасибо тебе за поиски. Вот то, что ты просишь. И ещё рецепт лечебной повязки. Просто смешай всё это. И лечись, сколько влезет. Ещё раз спасибо и удачи. Да, не за что. Вы получили свою первую инженерную схему. Что применить и уводить в инженерный кран в своём снаряжении. Это круто. Так, мы можем собирать бинты. Для этого у нас ингредиенты тряпки и антисептик. Это круто. Создать. Всё. Одна хватит. Так, ну что, мы можем возвращаться. Я думаю, в то поселение и дать им медикаменты. Я говорю тебе совет. Давай. Эти холмы кишат бандитами. Обычно они воюют друг с другом, но если заметят тебя на своей земле, убьют и ими не спросят. Берегись. И ты себя береги, Вихтер. Был приятно работать. Так, ну что, давай спросим у Рамоса. Джуна нет. А я не могу уйти с поста. Предупреди поселение, что у нас тут муты. Ты поможешь мне с этим. Иди на север, поднимись на гору и подожди этот фейерверк. Там лежит моя ракетница. Ты её сразу найдёшь. Столько же, сколько я платил Джуну. Теперь бери батарею и запали её на холме. Там есть устройство для запуска. Его легко найти. Хорошо. Хорошо. Давайте выполним. Это, я думаю, будет благим делом предупредить поселение о том, что тут завелись мутанты. Держись, друг. Так, а где мой квадробайк? Он вон там, что ли? Да, вон точно, вон он стоит. Блин, какой трубачок крутой. Прицельные планки просто супер. Это чуть ли не коллиматор получается прям. Так, ну... Я надеюсь, не очень далеко. Это ракетница. Это было круто. Ну, вроде здоровья не отняло, да? Так, сначала мы заедем сюда. Отдадим медикаменты. Потом отправимся дальше по основному заданию. Вернее, не основному, а побочному. Так что вот. Отлично. Похоже, я правильно сделал, что спас тебя. На тебя действительно можно положиться, и я твой должник. Можешь поговорить с Диэр насчет баги. Он уже в гараже. Хорошо. Приведи в порядок баги и возвращайся. Есть новая работа. Ладно. Спасибо. Припасов нам не хватало. Жизнь в поселении не сахар. Но Дэн не дает нам пропасть. У него чутье на тех, кому можно доверять. Коллекционная карта Дэн. Ладно. Мне было несложно. Бекки. Хорошо. А что там у нас по деньгам-то? Так, как инвентарь? По деньгам у нас 271 бакс. Давайте-ка мы купим автомат. Все-таки потратим, пожалуй, деньги. Эй, парень, хочешь посмотреть товар? Да прям я спать не могу. Кушать не могу, хочу. Так, давайте продажа. Продадим, пожалуй, мы вот этот мусор. Отлично. До встречи, надеюсь. У меня найдется все, что хочешь. Купим штурмовую винтовку. Купить. Хорошо. До встречи. О, калаш. А на рисунке было совсем другое. Блин, ты посмотри, калаш. Офигенно. Так, ладно. Нам, судя по всему, вот в этот магазинчик. Но сначала мы давайте-ка выполним тот квест, за который сначала взяли. Все будем делать по порядку. Осторожно, мутанты. Активируем. И поехали. А с баги разберемся уже потом. У нас будет свое баги, это круто. Вообще мы неплохо так, надо сказать, сразу устроились в этой пустоши. Устранили сразу всех врагов. Завоевали доверие куче людей. Да, это очень хорошо. Так, куда мы, судя по всему, опять едем к тому ущелью? Да-да-да. Поставим сразу мотоцикл поудобнее. Блин, я даже не знаю, что выбрать. И калаш очень круто выглядит, и дробовик тоже. Давайте пока... Да нет, оставим пока винтовку. Так, вот значит и для чего. Я тебя уже видел, по-моему, еще во время первого взгляда. Так, секунду. Я маленько разбираюсь с управлением. Хорошо. О! Обалденно. Блин, винтовка крутая. Хорошо. Винтовка тащит. Давайте попробуем, что ли, дробовичок. Ой, осторожно. Блин, это круто. Да чего ж крутые пушки в этой игре. Все, я думаю, я могу возвращаться. Ладно, ладно. Что-что, пушки ади всегда делать умеяли. Тут ничего не скажешь. Ничего не попишешь. Хорошо. Я думаю, сейчас нам нужно будет... Ох, как я прыгнул. Прямо как в мотошторме. Сейчас, я думаю, нам надо вернуться к нефтянику. Как его там звали-то? Рамоса. Благо, это очень недалеко. Отдадим ему, сдадим задание. Приедем сюда на заправку. И, в принципе, я думаю, закончим с этим квестом. Вернее, с этой серией. Ну и с квестом заодно тоже. А получать баги уже начнем в следующий. Так что, все очень круто. И это хорошо. Пока что, блин, я вот, ну, вообще не вижу ни одного недостатка в игре, кроме технологии, которая заставляет текстуру вот таким образом прогружаться. Привет, Рурк. Микки. Все сделано, шелк. Я видел фейерверк. Круто. Вот то, что я обещал. Ну и ладно. Мы получили рецепт стимулятора, бинты, ночной цвет и надплечник мутанта. Круто. А теперь возвращаемся в поселение на заправке. Нефтяники нас уже, похоже, обожают. Так, сюда больше врезаться не надо. Хорошо. Ну и, в принципе, все. А, нам же нужно туда. Ну, в принципе, ладно. Я думаю, на этом мы завершим эту серию. Надеюсь, вам все нравится. Потому что, по-моему, это просто, блин, восхитительно. А все хейтеры, в принципе, могут просто закрыть страничку с этим видео и больше сюда никогда не возвращаться. Те же, кому нравится эта игра, ставьте пальцы вверх, комментируйте. Для вас стараюсь. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...